В прошлом выпуске видеофактов мы уже рассказывали о проекте Dark Sector. Настало время приглядеться к нему повнимательней. Тем более появились новые кадры геймплея. Как нетрудно заметить, основным оружием главному герою служит так называемый Glyph. Три острых лезвия, составляющие один смертоносный клинок. Его можно и метать, и использовать в рукопашной. К тому же ваш подопечный, благодаря собственной мутации, умеет наделять Glyph различными полезными свойствами. Пара нехитрых манипуляций, и вот уже в руках протагониста пылающий диск. Один удар, и враг вспыхивает будто факел, или парализуется мощнейшим разрядом тока. Точный список таких вот апгрейдов пока не называется, но мы надеемся, что разработчики не станут жадничать и позволят в волю поэкспериментировать с оружием. Впрочем, оружие не всегда гарантирует успешное выполнение миссий. Судя по всему, умение пробираться куда-либо незамеченными в Dark Sector не менее важно, чем грубая сила. Так, охранникам лучше всего подкрадываться сзади, чтобы не поднимали лишний шум. Да, и затягивать разборки с ними не стоит, вдруг заметит кто. С другой стороны, разработчики как будто не собираются ограничивать нас в выборе. Хотите, идите на пролом. Хотите, играйте в шпионов. Будем надеяться, что это действительно так. Технически Dark Sector выглядит хорошо, но игре следует поспешить на магазинные полки. После Gears of War нас и так трудно удивить. А ведь на очереди Lost Planet от Capcom, новый Advanced Warfighter от Ubisoft, да и Halo 3 уже не то чтобы за горами за долами. В большой семье, как известно, не щелкай клювом. Субтитры создавал DimaTorzok